Здорово, комрады хоббисты! Сейчас вы видите перед собой один из моих трех пятаков основных. И сегодня он на ремонте после предыдущих выходных, когда я что-то летал-летал, крошанулся, вроде бы вышел, ну, у земли. Я опять как-то землю цепанул, и меня понесло прямолинейно над поверхностью земли. Я еще как-то газа навалил. Короче, лобовое столкновение, выкорчеванный, лежащий мощный пень на земле. Был такой мощнейший просто звук. Думал, все, квадрик рассыпался, но ничего, все отлично сработало. Вот одно из последствий. Стоечка здесь вот, ее выгнула вовнутрь. У курсовой вы можете наблюдать трещину в корпусе. То есть курсовая уже ушла, потому что после включения квада она блымает на белый-черный экран, то есть у нее явно проблема, она не запускается. Ну, наверное, там плата повредилась. Все-таки удар был мощный. Лучи, как оказалось, крепкие, но они, конечно, такие немножечко вот на изгиб стали мягковатенькие, но пока до следующего раза хватит. Менять не буду, неохота возиться. В целом башка уцелела, ничего не вывернутого. То есть вот такая вот система башки. Эта рама, это смесь Алина 5, ну, лучи от Алина стоковые. И дальше я рисовал версию, то есть нижняя, верхняя дека и щеки. Это моя версия рамы Vertorex Mandarin 5, потому что мандарин он сам по себе такой хрупковатенький, а я пожестче квада люблю, чтобы прямо они долго жили. Ну и в целом вся эта система вот с такой башкой, она пошла от рам Лидриба, вот эти все ребята из Ротор Риод, там еще какой-то в бане, в пиви, короче, какой-то парнишка там такой чернокожий, он тоже на такой раме летает. Они по заброшкам дубасят, вроде у них удерживают. Так что, блин, рама нормально, так вот тест прошла. Я уже давно на этой раме летаю, но может быть годик, кстати говоря. Но таких жестких крашей, как вот был, чтобы башкой, лобовой такого еще не было. Но, как вы можете видеть, все отлично работает. Камеру поменяю, печатку паяльником подлечу, на место все устанавливаю и будет работать. Вот такие вот у нас веселые полетушки. А в целом рама легко разбирается. Вот верхняя дека снял, если что-то здесь надо покопаться в районе стека, там покопался. Ну а уж если курсовую снять, то надо снимать и морду, и крепежку для писалки. Ну это тоже, как говорится, вообще рама очень удобная. О, обожаю ее.